Доброе утро! Сегодня 31 января, пятница, в студию с Донат Магомедова. Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с предпринимателями республики и представителями общественных организаций. Для участия в диалоге пригласили не только предпринимателей, но и членов Кабинета министров во главе с председателем правительства. О проблемах в бизнес-сообществе, которые не решались годами, и о новых возможностях в репортаже Магомеда Баширова. Встречу с бизнес-сообществом глава республики назвал важнейшей. Важнейшей, потому что она может в значительной степени и более эффективно определить движение республиканской экономики. А двигаться она должна в сторону решения задач, поставленных президентом страны в послании федеральному собранию. А главная задача – улучшение благосостояния дагестанцев. Обсуждаются эти задачи с разными людьми, подчеркивает глава республики. Предприниматели – это те, кто вступил на непростой путь бизнеса и принимают непростые решения. Некоторые из вас меня просто удивляют, если хотите, окрыляют на непростом пути решения накопившихся десятилетиями проблем нашей республики. Мы жители Дагестана, мы все патриоты Дагестана. Мне понравилось недавно высказывание одного из предпринимателей, бизнесмена, который разговаривал с другим предпринимателем. И говорил, ну мы же определились, мы работаем на развитие республики. Коллеги, мы работаем на развитие республики. И я позволю себе сейчас вас повернуть в сторону Баку. Вот там работали на развитие республики. Повернуть в сторону Грозного. Там тоже работали на развитие республики. И по целому ряду позиций мы сейчас догоняем. Однако развитие региона может пойти еще более эффективно, если бизнес и власть будут понимать друг друга, уважать и относиться к сотрудничеству с ответственностью, отмечает Васильев. Закон об инвестпроектах, согласно которому под эти проекты, а их к слову уже шесть, предоставят участки без торгов. А это привлечет в регион дополнительные инвестиции в 2 миллиарда рублей. Президент в своем послании подчеркнул и поставил задачу, и по сути это обязательство, которое будет исполнено, инвест, вычет. То есть все, что вы инвестируете, 2 трети будут возвращать в республики с федерального бюджета. А остальное мы будем из Американского включать в этот процесс. Это большие возможности. Наглядный пример целевого инвестирования – город Дербент. Работу нынешнего мера древнего города Хезри Абакарова видно невооруженным глазом. Работа тяжелая и кропотливая. Нет, в Дагестане у нас такая задача стояла. И задача не стояла. Или мы теряем деньги, или мы обеспечиваем рабочие места, делаем какие-то условия для жителей Дагестана. Другого мы достаточно обеспечены. Другого намерения у нас не было. Тема о эффективной работе с АЗС глава региона приводит в пример и здесь. Пожелавшие работать в открытую владельцы заправок чувствуют себя защищенными. Участники меморандума, которые дошли в эту зону, они чувствуют комфорт, им хорошо. Идея вообще объединения юридических и индивидуальных предпринимателей и создания ассоциаций, открытый диалог с правительством Дагестана. Это является не считаемой эффективной модели взаимодействия, бизнес-сообщества с властью, от которой выигрывает, в первую очередь, житель Республики Дагестана. Открытость бизнеса создает возможность экономике региона развиваться и тем самым более эффективно реагировать на нужды простых дагестанцев. Здесь важно отметить желание дагестанских обувщиков стать в ряды тех, кто ведет свой бизнес открыто. И положительные изменения ощутимы. Мы предлагаем построить 6000 квадратных фабрик, уже она строится, и в год производить 500 тысяч пар. На данный момент мы выпускаем 200 тысяч пар, и у нас работает 150 человек. Аплодируем 300 рабочих мест создать и выпускаем 200 тысяч пар. Диалог с баллой региона для бизнесменов – это возможность напрямую рассказать не только о достижениях, коих немало, но и о проблемах, которые их беспокоят. Пользуюсь сегодня тем, что мы здесь, и предлагаю. Мне нужно желательно посадить 3 миллиона деревьев. За это может получиться выпускник одного нашего интернатора, Федер Магомеда, он прекрасно знает друг друга. Желание такое есть. Нужнее нам налоги, нужнее инвестиции. Большая конкуренция. Хорошо, что вы все просчитали? Очень хорошо. Давайте посмотрим. Мы с вами сейчас встретимся, посмотрим, что можно действительно помочь. Но при этом будьте готовы объяснить, куда будет перебисовывать. Такие встречи, по словам руководителя региона, дают импульс для работы. Бизнес-сообщество Дагестана сегодня видит, что региональная власть готова работать, причем работать открыто и быть при необходимости помощникам. А система такого взаимодействия обязательно даст толчок развитию экономики. А результаты этой работы ощутят простые дагестанцы. Неполная вакцинация стала причиной гибели крупного рогатого скота в одном из хозяйств на землях отгонного животноводства в Бабаюртовском районе. 25 голов погибли в СПК «Красный партизан» Рутульского района. На место выехала специальная комиссия во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагиром Гусейновым. Как показали первые лабораторные исследования, животные заболели по стерилезам. Все плановые прививки здесь были проведены вовремя. А вот вакцинация от этого вируса остается на усмотрение хозяина поголовья. Но он решил обойтись и без нее. Причины падежа сегодня выясняются. В ближайший день-два будет дана и правая оценка действий сторон хозяйствующего субъекта, ветеринарной службы. А также будет закончен, окончательно будет получен анализ результатов исследований лабораторных, которые подтвердят наличие той или иной болезни. Еще раз хочу доверить жителям республики о том, что никакого массового падежа скота в Бабаюртовском районе нет. Это всего лишь частный случай. Болезнь не распространилась. За пределы хозяйства специалисты также успокаивают. По стерилез совершенно не опасен для человека. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции среди животных, в ближайшие дни проведут вакцинацию скота в зоне отгонного животноводства. Под руководством первого вице-премьера Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось совещание, посвященное вопросам санитарно-экологического благополучия республики. В частности, была заслушана информация о ходе подготовки земельных участков для размещения мусорных полигонов и строительства мусоросортировочных комплексов. Также участники совещания подробно обсудили программу действий на 2020 год в рамках реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Дагестанское радио. Понятно каждому. Исторический парк «Россия. Моя история» теперь адаптирован для посещения лиц с ограниченными возможностями здоровья. В рамках нововведения в здании введен в эксплуатацию специальный пандус и лифт. При предъявлении соответствующей карты люди с ограниченными возможностями бесплатно смогут посетить любой зал исторического парка. Новости культуры 3 февраля в Республиканском доме народного творчества в рамках проекта «Самородки» состоится открытие выставки картин Рашида Саадулаева «В горах моё сердце». В декабре прошлого года данная выставка с большим успехом экспонировалась в Москве и получила множество положительных отзывов. Радио России. Дагестан. Спорт. Американский платный телеканал Showtime сделал заказ на создание документального фильма о единоборствах. Их, в частности, в вольной борьбе на Кавказе. Съёмки над созданием будущего фильма начались в Дагестане. Съёмочная группа отправилась в находящуюся в ведении Республики спортшколу имени Гамида Гамидова, воспитанником которой является олимпийский чемпион Амдурашица Адулаева. Радио России. Дагестан. Погода. По сообщению Дагестанского гидрометцентра, сегодня по районам республики ожидается Местами по низменным районам небольшой дождь. В горных районах осадки в виде дождя и снега. Утром местами туман. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. В горных районах западный и юго-западный 5-10 метров в секунду. Местами до плюс 15. Температура воздуха 5-10 тепла. По Привозским районам плюс 6-11. В горах 3-8 тепла. В Махачкале ожидается без осадков. Утром туман. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 7-9 тепла. Вы слушали информационный выпуск «Вести Дагестан». Удачного дня и хороших новостей вам желает редактор Шерепат Шульгина, звукорежиссер Мумината Лева и Аустанат Магомедова. Вы слушали Радио России Дагестан. Дорогу очень сложно, все гонять быстро, надо быть осторожней. Фликер отразил свет стоп-машины, носи его везде, безопасно и стильно. Безопасно и стильно. Безопасно и стильно. Когда у нас родился ребенок, мы были просто счастливы. Автокресла мы не покупали, есть более важные расходы. Наша мама сама крепко держит ее на руках. Я езжу аккуратно, соблюдая правила, и за нас абсолютно стоит. При столкновении на скорости 50 км в час вес ребенка достигает 500 кг. Удержать его на руках физически невозможно. Последствия равнозначны падению с четвертого этажа. Пристегни или потеряешь. Пристегни или от converтыми стplat bulk tesором. Продолжение следует.